Друзья, всем привет! Это канал Автопилот СТО. В этом видеоролике я хочу рассказать вам о плюсах и минусах автоматических и механических коробок переключения передач друг относительно друга. Небольшое уточнение. Под автоматическими коробками переключения передач в данном видеоролике я подразумеваю обычный классический гидромеханический или если угодно гидротрансформаторный автомат, у которых передача крутящего момента от двигателя на в конечном итоге колеса происходит за счет циркуляции жидкости. То есть рабочим телом для передачи энергии от двигателя на трансмиссию на колеса является трансмиссионное масло. Ну и давайте приступим. Должен отметить, что плюсы относительно механической трансмиссии будут являться минусами для автоматической трансмиссии. Ну а минусы у автоматической трансмиссии будут являться плюсами для механической. Поехали! Первый плюс для автоматической трансмиссии это естественно простота в эксплуатации для новичков. То есть для товарищей, которые только покупают себе первый автомобиль, они чаще всего берут автомобиль на автоматической трансмиссии, потому что там всего лишь две педали, не надо этот рычаг дергать, особенно если предполагается эксплуатация в основном в городских условиях. Для механики, конечно же, этот пункт будет минусом, потому что даже для опытного водителя, если ты ездишь целый день там по московским пробкам или просто по городу передвигаешься, постоянное вот это вот переключение передач, оно на самом деле немножко надоедает и нога уже левая, даже с непривычки, если вы там до этого долго не водили автомобиль и садитесь там спустя месяц перерыва, нога левая немножко начинает уставать. Поэтому для новичков, которые в принципе у них еще эти действия не отточены и не автоматизированы, этот пункт относительно автомата, естественно, является большим плюсом. Второй плюс относительно автоматических трансмиссий заключается в сравнительно коротком или малом моменте потери мощности в момент переключения, либо между переключениями передач. То есть когда вы эксплуатируете автомобиль на автомате, электроника старается максимально быстро переключать передачи. Поэтому, значит, потеря мощности, передаваемая на колеса у автоматической трансмиссии, вот эта вот задержка, она минимальна. Относительно, естественно, механической трансмиссии, потому что особенно, повторюсь, как в первом пункте для новичков, для товарищей, которые там медленно переключают передачу или, ну, в принципе, там коробка какая-нибудь, кулиса у нее расшатана и не получается достаточно быстро переключить передачу, вот в механических трансмиссиях это будет, естественно, минусом, потому что задержка между переключениями и, таким образом, потеря момента на ведущих колесах, она будет составлять больше интервал времени в сравнении с автоматическими трансмиссиями. Третий плюс относительно автоматических трансмиссий, он плавно вытекает из предыдущего второго пункта, это лучшая безопасность в сравнении с автомобилями на механике. Дело в том, что даже старые автомобили на автоматических коробках переключения передач, они оборудованы большим количеством электроники и, как следствие, большим количеством как активных, так и пассивных систем безопасности. Вот даже взять из предыдущего пункта потеря мощности на, даже кратковременная потеря мощности на ведущей оси колес, она может стать причиной какой-нибудь аварии либо заноса. Я уже не говорю о моменте, когда вы быстро можете нажать педаль газа на автоматической трансмиссии и уйти от какого-нибудь лобового столкновения или, наоборот, от автомобиля, который резко перед вами оттормозился, а вы понимаете, что не можете быстро затормозить, соответственно, вы можете газу дать и быстро куда-то, допустим, перестроиться. Плюс номер четыре относительно автоматических трансмиссий, это относительная беспроблемность при эксплуатации такого автомобиля на вот, значит, снежной поверхности, вот такого вот типа. Я не говорю про сугробы, вот как у меня на фоне, вот там вот висят, это уже удел более суровых таких внедорожников. Я говорю о эксплуатации вот на проселочной местности, где засыпало снегом, а у вас, допустим, какой-нибудь паркетник на автоматической трансмиссии. Дело в том, что автоматическая трансмиссия, она передает крутящий момент на ведущие колеса, во-первых, более плавно, нежели механика, а во-вторых, как правило, на автомобилях с автоматическими трансмиссиями присутствует целая куча различных режимов езды, в том числе и для снежной поверхности, и для других поверхностей. То есть вы нажимаете просто, допустим, кнопочку Snow, снег, то есть в случае, если вы собираетесь заехать там в снежную местность и боитесь сесть на брюхо, и автомобиль электроникой, управляя коробкой переключения передач, передает на колеса более, скажем так, вялую динамику, из-за чего колеса не могут, значит, провернуться, и вы таким образом автомобиль на брюхо не посадите. Это, естественно, безусловный плюс для товарищей, которые не хотят заморачиваться, как там, значит, на этой механике раскачку делать и так далее. Поэтому очередной плюс в копилку автомата. И пятый плюс относительно коробок автомат, это практически полное отсутствие возможности перегрузить двигатель. То есть автоматика коробки подбирает передаточное отношение таким образом, чтобы оно было наиболее оптимальное для текущего режима, условий эксплуатации, а также скорости. Ну и переходим к плюсам относительно механических трансмиссий. Первый плюс у механических коробок переключения передач, у них проще конструкция, как следствие у них будет выходить дешевле ремонт в случае с поломками. Второй пункт, который плавно вытекает из первого, они практически не ломаются. Я не знаю, что нужно сделать с механической коробкой. Наверное, ее нужно эксплуатировать только в нештатном режиме, там дрифтом заниматься или какие-то повыше нагрузки, значит, на эту трансмиссию прикладывать для того, чтобы она вышла из строя. Ну, практически не бывает таких случаев, чтобы коробка сломалась там до пробега, ну, тысяч в 350-400-500. Если вы обычный пользователь, обычный водитель, то трансмиссия механическая практически никогда не ломается. Третий пункт у механики, она дешевле в обслуживании. Дело в том, что если сравнивать с автоматом, у коробки автомат, хочешь не хочешь, а каждые 50-60 тысяч километров необходимо заменить как минимум масло и фильтр в трансмиссии. Эта процедура стоит у автоматической трансмиссии примерно от 10 до 20 тысяч рублей, в зависимости, понятное дело, от дороговизны самого автомобиля, от его бренда. У механической коробки переключения передач в качестве расходников меняется только сцепление, то есть диск, корзина, выжимной подшипник. В принципе, это все. Такая процедура стоит на статистическом автомобиле примерно 15 тысяч рублей. И заниматься такой процедурой нужно в зависимости от манеры езды, но даже если вы новичок, сцепление чаще, чем раз в 100 тысяч километров, практически никогда не меняется. Если вы уже, в принципе, опытный автолюбитель и у вас стаж вождения более хотя бы 2-3 лет, то сцепление может служить от 150 спокойно себе до 200 тысяч километров. Например, у меня был автомобиль Ford Focus, на нем я впервые сцепление поменял где-то на 140-150 тысяч километров. И то, потому что я им не владел с самого начала эксплуатации. Вся эта процедура мне обошлась вместе с запчастями, с работой, со всеми делами под ключ, то есть в 14 с половиной тысяч рублей. Четвертый плюс у механических трансмиссий, у них больше КПД и, как следствие, выше экономичность. Дело в том, что у механических трансмиссий, как я уже сказал, передача момента от двигателя на трансмиссию происходит жестким образом, то есть жесткой сцепкой. Два диска соприкасаются друг с другом и момента передачи происходит с коэффициентом один. У автоматических трансмиссий, особенно у древних, у современных в меньшей степени, значит, там момент передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию, он происходит за счет жидкости, то есть за счет масла, то есть рабочим телом является масло. Из-за чего, если вы хоть раз ездили на коробке автомат, то вы знаете, что как только стартуешь, нажимаешь педаль газа, происходит такая нелинейная, что ли, зависимость набора скорости от оборотов. Скорость набирается достаточно плавно, а оборотов там на тахометре достаточно большое количество, из-за чего автоматические трансмиссии, они больше потребляют топливо, но не только из-за этого. И здесь мы плавно переходим к пятому плюсу относительно механических трансмиссий, это торможение, полноценное торможение двигателем. Что это значит? Ну, допустим, объясню на примере принудительного холостого хода. Когда вы попали на горку, спускаетесь с горы, включили передачу, отпустили ногу с педали газа, и вы видите, что автомобиль скатывается, и немножечко постепенно он, значит, замедляется. В этом режиме происходит режим принудительного холостого хода, и двигатель автомобиля во время движения не потребляет топливо вообще. То есть впрыск в цилиндры топливо-воздушной смеси прекращается вовсе. Если уж кто-нибудь в комментарии напишет, что такого быть не может, что автомобиль едет без впрыска топлива, но, ребят, образовывайтесь, либо зайдите в ближайший автосервис к абсолютно любому механику без высшего образования, он это вам все расскажет. Есть куча роликов на ютубе, где описан режим экономайзера принудительного холостого хода. Обучайтесь, пожалуйста. В автомате режим, значит, торможения двигателем либо реализован, либо реализован, как называют, с проскальзыванием. То есть, когда гидротрансформатор уходит в режим блокировки и появляется жесткая связь в связке мотор-трансмиссия, чтобы погасить какие-то колебательные нагрузки, передающиеся от ходовой автомобиля на двигатель, значит, включается режим блокировки с проскальзыванием для того, чтобы не травмировать движок автомобиля. Здесь об экономичности можно говорить достаточно в хорошем ключе, но в любом случае на автомобиле с механикой расход топлива будет отличаться в меньшую сторону, где-то на литр, может быть, на два. Пункт номер шесть относительно автомобилей на механике это возможность таскания всяких больших грузов, типа вот прицепа вот такого вот, либо брать на буксир какой-нибудь автомобиль. Я не говорю, что на автомобилях, на автоматических трансмиссиях такого делать нельзя, но даже в инструкциях пишут, что нежелательно таким заниматься, потому что, значит, масло перегревается, не у всех автомобилей на автомате есть внешние радиаторы для охлаждения трансмиссионного масла и так далее. Поэтому они менее к этому расположены, будем так говорить. На механике, ради бога, нагружай в пределах разумного, естественно, и езжай, ничего страшного ей не будет. Плюс номер семь относительно механической трансмиссии это возможность раскачки в снегу. Он нивелируется тем плюсом у автомата, о котором я говорил, что можно спокойно себя, значит, включить режим снежный и не сесть на брюхо, но в случае, если вы все-таки сели где-то на, или забуксовали на автомобиле с автоматической трансмиссией, там вы раскачку не сможете сделать. На механике спокойно, задняя первая, задняя первая, и вот таким вот режимом раскачки вы можете выехать из какого-то сугроба. Но опять-таки, это возможно только если вы опытный автовладелец. Плюс номер восемь у механических трансмиссий это возможность запуска автомобиля с севшим аккумулятором. На автомобилях с автоматом это невозможно. Здесь мы спокойненько включаем вторую передачу, выжимаем сцепление, вас кто-нибудь толкает, либо вы с горки спускаетесь, естественно, ключ зажигания повернут, и отпускаем сцепление, автомобиль запускается, даже если у вас сел аккумулятор. На автомобилях с автоматическими трансмиссиями такой запуск невозможен. Я не беру в расчет те старые варианты мерседеса в 126 и 124 кузове, у которых был второй масляный насос в системе трансмиссии, которые позволяли запустить автомобиль с буксира. Там положение коробки в нейтраль включалось, автомобиль разгонялся на буксире до скорости там 40-60 км в час, потом резко драйв включался, автомобиль запускался. Такое возможно только если в системе трансмиссии есть второй масляный насос, который запитывается от колес автомобиля. На современных автомобилях таких трансмиссий не производят и не ставят, поэтому невозможно. Ну и девятый пункт у механики, а он же будет являться не плюсом, как ни странно, а минусом. Если вы новичок и не совсем понимаете, какая передача должна соответствовать какой скорости и каким оборотам, то есть риск перегрузить двигатель. То есть, если вы едете на, допустим, скорости 80 км в час и случайно вместо четвертой передачи включили вторую, то, значит, стрелка тахометра поднимется до отсечки и, естественно, в этом случае мотору ой как несладко придется. Поэтому, как ни странно, девятый пункт является минусом, потому что вам нужно быть достаточно опытным автолюбителем, автовладельцем и хорошо знать свой автомобиль для того, чтобы понимать, какие обороты должны соответствовать какой скорости. Друзья, всем спасибо за просмотр. Если видеоролик оказался для вас полезным, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Мне и автотехцентру Автопилот СТО будет крайней степени приятно. Если я где-то что-то не так сказал или у вас есть какие-то претензии, обязательно напишите об этом в комментариях. Мы либо вступим в дискуссию, либо я соглашусь, потому что, ну, все мы люди, все мы ошибаемся. В общем-то, подписывайтесь. Всем спасибо и удачи!